Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и со мной вместе в студии Салават Хамедуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шижерес». Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте ещё расскажем, почему именно мы говорим «род», а не говорим «племя» или как-нибудь по-другому. Ну, дело в том, что если мы будем углубляться в дефиниции, что такое «род», что такое «племя», мы, в общем-то, скатимся опять к той же дискуссии, которая происходила в XIX веке, то, что было, допустим, у того же Моргана, и потом на основе Моргана уже Энглис написал свою знаменитую работу «Происхождение частности семьи, частности капитала». И государство. И государство, да, значит, семья, потом, значит, группа семей – это род, группа родов – это племя, и несколько племён – это уже народ. Это, конечно, уже применительно к нашему определению рода это уже не подходит, поэтому, в общем-то, мы вот такое неопределённое название, термин – род. Мы не в марксистской терминологии. Не в марксистской, абсолютно. Это очень важно, да, потому что, на самом деле, есть люди, как раз, которые критикуют нас за то, что мы используем именно такой термин, мы его используем только потому, что он устоялся. Мы ни в коем случае здесь не говорим о том, что мы претендуем, что правильно только так. Согласен. И дело в том, что в современную уже исторической литературе, вот чтобы отойти, в общем-то, от этого слова род, широко используется, значит, такой термин, как клан. То есть, можно говорить клан, можно говорить род, можно говорить, значит, волость. Но это вот особенность устройства башкирского общества, что вот была, скажем, вот такая структура, горизонтально интегрированных родов, вот, или кланов, или властей, которые, собственно, и составляли народ. У каждого клана была своя волостная территория, на которой они имели вотчинное право и так далее, и так далее, и так далее. И ещё раз давайте подчеркнём, что когда мы говорим слово род, мы имеем в виду территориальную в первую очередь составляющую. Ну, и не только территориальную, территориальную в первую очередь, но дело в том, что в основе всё-таки там лежал этнический признак. Многие роды, они представляли до вхождения в башкирский народ. В общем-то, какие-то автономные, там, и самостоятельные этнические образования. Племенные какие-то образования. Ну, вот сегодня мы говорим о племени, которая... Племени Минг, мы говорим по-башкирски, это Мэн звучит, в конце вот такое... Сонорное Н. Да, сонорное Н. В русской литературе пишут Мин, вот в последнее время стало писаться Минга. Вот я, в общем-то, за вот это последнее название, поэтому, в общем-то, племя Минга, или род Минг, или клан Минга. Давайте сразу тогда обозначим, что означает этот этноним. Переводят его как «тысяча». Откуда это везлось? Видимо, в древности это было возможно, опять же, только предположение. Это была какая-то войсковая единица. Это было так очень часто, когда какие-то войсковые единицы или, скажем, какие-то социальные термины постепенно трансформировались в этнонимы. Допустим, есть башкирская племя Мурзалар, да, это переводится как «князья». А там есть дуван, башкирский род дуван, о котором мы ещё будем говорить. Дуван-дуванить у казаков, значит, делить добычу. Дуван – это был человек, который занимался какой-то распорядительной деятельностью и так далее, и так далее. Там род Тархан. Ну, в общем, много примеров можно приводить. Ну, вот тысячи нас отсылают, по крайней мере, вот тех, кто учил историю по советским учебникам ещё, я не знаю, как сейчас, но мы всегда говорили вот это войско Чингисхана, которое стояло из десятков, сотен, тысяч и так далее. Это как-то связано с вот тем делением или нет? Нет, минги уже существовали до Чингисхана, потому что это мы можем уже точно сказать. До них существовали. Вот есть на Алтае племя Мингат, было когда-то, вот есть такое предположение, что, возможно, минги – это и есть Мингат, а слово Мингат – это просто то же слово Минг, только во множественном числе монгольского языка стоит. Вот если вот это убрать, вот этот суффикс множественности, то тогда получаем минги. Возможно, это какое-то такое в древности было алтайское племя, но оно в средние века, в общем-то, приобрело огромное такое, значит, даже привилегированное значение в государствах чингизидов, в частности, в Лусе Джучи. Это минги играли выдающуюся роль. Ну, давайте сразу отметим, что такие названия, как, например, там «тысяча» или что-нибудь такое, мы часто такие вещи вообще замечали уже в этой программе, но, наверное, стоит об этом ещё рассказать, так как тюркские языки, во-первых, похожие между собой, во-вторых, такие названия были распространены, похожие названия у разных народов, у разных там тоже родов, племён и так далее есть до сих пор, да, и у узбеков, и других народов Средней Азии, естественно, такое название очень распространено. Было, да. У казахов, допустим, мингов нет. У узбеков были минги. Допустим, всем известно, значит, когда в Средней Азии чингизиды утратили власть, возникло, значит, несколько в Средней Азии, вот на территории современного Узбекистана и Таджикистана, ханств, которые возглавляли уже не чингизиды, а представители местных династий, вот Хивинское, Бухарское и Коканское ханство. Так вот, Коканское ханство управляло династией из Минга, Мингской династии. То есть, Минги, это было, Коканское ханство, это было их. В Бухаре, значит, правили мангеты, племя мангет, в Хиве племя Кунград. Вот это всё уже начиная где-то с 18 века, когда чингизиды были везде сметены. Кунград – особенное название, мои предки оттуда. Вот это и есть, вот это и племя Кунграда. Оно было и у Башкира, это племя, в Заурале, на территории Челябинской области было, но потом они потеряли земли, и сейчас это племя исчезло. Ну, давайте немножко, может... О территории. Вот именно, да-да. Территория этого племени огромная, начиная там от центрального Башкортостана и, значит, далее на юго-запад. То есть, вот территория Уфы, где вот сейчас Уфа стоит современная, это всё территория Мингов была, Иглинский район, значит, Уфимский район, Чешминский район, Иглинский, Аургазинский и вот так всё, до Бешбулякского района, это уже на границе с Оренбургской областью, юго-западная окраина нашей республики, и, значит, на территориях Татарстана они ещё живут, представители этого рода, это в Сармановском и Тукаевском районе Татарстана живут. В общем, если касаться истории, то... Они сохранились в Шижере или нет? У них Шижере, одно из самых шикарных Шижере у Мингов сохранилось, где, в общем-то, отражена, в общем-то, их там легендарная и уже реальная история. Есть бухарский историк Махмуд ибн Вали, вот когда он перечислял войска, из каких улусов или аймаков или кланов состояло войско Бату-хана, и там перечисляется племя Минга. То есть, мы уже из этого... Это какие годы? Какой век хотя бы? Бухарский историк 16-й век. 16-й. Махмуд ибн Вали писал, в общем-то, он уже основался на каких-то более ранних источниках. То есть, мы можем сказать, что Минги участвовали во всех завоевательных походах Бату-хана, потом они приобрели очень большое значение в Чагатайском улусе, вот как раз башкирские Минги, они выходцы из Чагатайского улуса, то есть, Монгольская империя была поделена между сыновьями Чингисхана, вот западная часть, и он отдал своему старшему сыну Джучи, а Среднюю Азию отдал Чагатай. И вот как бы Чагатайский улус, территория Средней Азии, вот там находились эти Минги, но потом, в период предшествующий возвышению Тамерлана, начались там какие-то раздоры, часть Мингов ушла с территории Средней Азии в Башкортостан и интегрировался, остав Башкир. То есть, он в XVI веке писал о прошедшем. Он о прошедшем, да, он о XIII веке писал. О XIII веке писал, это важно, да, потому что если они находились здесь, на территории современной Уфы в XVI веке, значит, это говорит о том, что они были одним из тех родов, который очень сильно взаимодействовал, хотел этого или не хотел, как раз с теми, кто сюда пришел Уфу основывать. Да, естественно. Но сейчас я договорюсь, все-таки, тот период, где-то в XIV веке Минги переселяются в Башкортостан, поскольку они в Варде были одной из привилегированных племен, и они взяли самую-самую, значит, лучшую территорию в плане там Яйлажного или просто скотоводства. Да. Это долина реки Дема, недаром башкир племен Мингов. Заливные луга. То есть, тогда еще Уфы не было, но до этого какой-то политический центр был, там была Ногайская ставка, до них, говорят, было стационарное поселение. Ну, ладно, мы не будем в этом уговляться. Ну, да, мы не будем в этом уговляться, мы просто скажем, что действительно здесь определенный микроклимат. За то, что здесь хребтами и реками образованы такие луга, которые для такого, для Яйлажного скотоводства очень подходили. И вот, и потом Минги вплоть до XIX или XVIII века, в общем-то, судились с уфимскими дворянами по поводу владений озера Кашкадан, который сейчас у нас в Сипаилово, в общем-то, они считали всю эту территорию, они так описали, говорят, Уфа, говорят, на нашей земле стоит, почему вы, значит, отняли вот это, то, что Уфа построено, это они не претендовали на место Уфы, а вот в окрестностях они оспаривали владения по некоторым озерам и некоторым угодиям. Наверное, вообще стоит сказать о том, что в XIX веке с землями происходили очень серьезные преобразования. Мягко говоря, на самом деле огромные жульнические операции, потому что при переходе из одного подчинения губернского в другое губернское подчинение, там чиновники, конечно, постарались нахимичить для себя, потому что, когда образовывалась уфимская губерния, отходя от Оренбургской губернии, за семь лет до этого чиновники, которые узнали уже о том, что такое произойдет, они начали распределять себе, своим знакомым, людям, которым заплатили деньги здесь на территории будущей уфимской губернии. И потом даже, в общем, на самом высоком уровне это было признано, в Петербурге это было признано, и огромное количество этих земель заново перерассматривались и отбирались у тех дворян, которым это было выдано. Да-да, там большие тяжбы шли. Но я бы хотел сейчас сказать о той группе мингов, которые живут на территории Татарстана, как они там оказались. Это та группа, как раз в предыдущих программах мы говорили, что в XVI веке уже в слабеющем казанском ханце пришла к власти воинственная крымская династия Гиреев, и им нужны были воины, и вот они стали активно привлекать, в общем, башкир на свою службу, поскольку местное население, оно было оседлым, оно не могло поставить достаточное количество, скажем, квалифицированных конных воинов. Да, всадников. Да, всадников. Вот. И, в общем-то, вот такое было привлечение. И многие роды башкирские, там, зауральские, Бурзиан, Тангаур, Кипчак и так далее, и так далее, переселяются на запад Башкирии, по реку, сейчас пограничная река Ик, которая как раз протекает по границе между республикой Татарстан и Башкорстан. Вот они там селятся, башкирский Тархан, и вот туда же переселяется подразделение племени Минг, там, Сарелий Минг, туда переселяются, в общем-то, там остаются, но при этом они не утрачивают свои вочные земли здесь, в долине Демы. И потом, когда уже в XVIII веке многие там решили возвратиться на родину, а земли их оказались занятыми, значит, их сородичами из подразделения Кыркули и Минг. Заняли, это как раз вот район современного города Довлеканово, как раз на их земле стоит, и, в общем-то, им ничего не оставалось делать, как стать припущенниками у своих же сородичей, но уже там на территории гораздо юго-западнее, на территории современного Бешбулякского района, и вот там, значит, они осели. Но вернулись не все, часть там осталась. Часть осталась. Вот часть осталась, но они пребывали там несколько веков за рекой Ик, в непосредственном контакте, значит, с казанскими татарами, это сильно повлияло на их язык. Ну, вот я смотрю на то, что было записано в XVIII веке Петром Рычковым, который очень много писал и об Башкирии в том числе, он подразделял башкирских Мингов на 12 Аймаков, и среди них как раз Сарайли Минг. Меня здесь заинтересовал этот этноним, Сарайли. Сарай – это ведь дворец. Да. Почему? У них шикарная шижерэ у них есть, оно сейчас хранится как раз у одного краеведа, в Сарманск, в районе Татарстана, где они показывают, что почему Сарай, якобы по преданию они несли службу военную в городе Сарайчик. Не в Сарайчике, а в Сарайчике. Я понял, да. В Сарайчике, это внизу их яйка, вот они так и пишут. А у них родоначальник Урдачбей. Это на территории современного Казахстана. Да, да. И вот якобы они там, значит, несли стражевую службу, и поэтому их прозвали Сарайли, или Сарали, Сараевцы, короче, вот так. По их шижерэ. Я просто ещё отмечу, что среди Аймак вести Икминг, ну, то есть, как раз, видимо, по реке Ик. Да, да, и которые выехали на службу казанским ханам. Сейчас от них ничего не осталось, от этого Аймака Икминг. А Сарайли Минг остался частично на территории Башкорстана, и там несколько деревень осталось в Сармановском, Тукаевском районе Татарстана. Потом в советское время, поскольку у них язык стал отличаться от, собственно, Мингов, да, там было введено обучение на татарском языке, и вот у них тоже как бы такая деформация национального сознания произошла. Да, вот многие сейчас больше себя ассоциируют с татарским этносом, нежели с башкирским, вот именно с районами. Вообще, когда мы много раз говорили о том, что такое нация, и что такое понятие, в принципе, появилось в XIX веке-то только, да, и то в мировой науке-то, а не у людей. А люди, наверное, ближе к XX веку пришли. Тогда, наверное, когда мы говорим о расселении, в общем, мало кого интересовало, кто какой-то... Главная была принадлежность к религии. Люди друг друга идентифицировали, в первую очередь, по религиозному признаку. Башкир немножко сложнее было, все-таки, поскольку у нас была кланово-властная система, на первом плане стояла, принадлежишь ты корпорации-вочеников. Абсолютно, да-да-да. Корпорации-вочеников, ага, вот ты наш, значит, воченик такой же, значит, или не вочек, а потом уже все остальное. А потом уже все остальное, да. Вот мы когда сейчас ставим эти вопросы, надо понимать, что тогда эти вопросы как раз мало кого волновать. Я еще хотел сказать, что вот эта территория, вот где они расположились, реки Демы, долины Демы, она все-таки какая-то была, может быть, это громко будет звучать, какую-то сакральность в себе несла или нет. Но факт остается фактом, что именно в долине Демы мы имеем вот эти самые, так сказать, главные святыни, да, Мавзолей Хусейнбека, одного из имамов, древних имамов Башкирии, проповедников имама, при котором здесь распространился Софийский тарикат Ясавии. Это вот в Чешминском районе, значит, тут же в долине Демы находится Мавзолей Турахана, да, то есть, это одного из сибирских чингизидов, который, в общем-то, здесь жил в Башкирии и как раз в период существования Нагайской Орды. Вот сейчас у нас есть комплекс мемориальный на горе Нарустао, где по преданию похоронены сахабы, три сахабы, это сподвижники пророка Мухаммеда, которые явились сюда якобы в VII веке для проповеди ислама. Но так ли это или нет, то есть, это легенда. Это легенда, да, это говорит о том, что это все находится в долине веки Демы. Это все в долине Демы, то есть, из чего, и, соответственно, Уфа тоже, это же долина Демы, Дема как раз под Уфу, под монументом мы видим ее устье. Вот это все была территория, то есть, каким-то политическим и религиозным центром она в прошлом однозначно была. Давайте, наверное, перейдем к вопросу, как они присоединялись. Вопрос присоединения, это краеугольный камень вообще башкирской истории. И основание Уфы. Да, да, то есть, как это было, читаешь иногда сайты соседней республики, политизированных товарищей, вот, присоединились добровольно, вот вы предатели и так далее. Но такое однобокое, вот Казань была взята, а Башкирия добровольно присоединилась. Но процесс присоединения, мы, может, когда-нибудь отдельно поговорим на эту тему, он очень был сложным. Мы знаем, что большая часть Башкирии входила в состав Нагайской Орды. Нагайской Орды, ей управили не чингизиды, а представители просто такой же княжеской династии, в общем-то, как, собственно, и все башкирские бии. Просто они были, так скажем, покруче, да? И когда Едигеевич, потомок Едигея Исмаил, князь в 1557 году принял русское подданство или шартовал, как говорят, дал присягу Ивану Грозному, фактически это было признано, что вся Нагайская Башкирия автоматом вошла в состав Нагайского, значит, княжества. Ну, северо-западные башкиры не согласились подчиняться Нагаям, стали сепаратно присоединяться к русскому государству. А что касается Нагайской Башкирии, а в Нагайской Башкирии ведущую роль играли, помимо Нагайцев, племя Минк, вот они, в общем-то, все до конца, в общем-то, находились. И когда уже, значит, Нагайцев в начале XVII века уже погнали калмыки отсюда, ослабевших Нагайцев значительно, вот Минки начали думать, вот как им быть. Все-таки нужно отметить, что такое калмыки. Не знаю, назывались ли они тогда уже калмыками, но вообще это потомки джунгар, которые из Китая через Казахстан. Это западные Монголия, так скажем, вот, западные Монголия для джунгария. И Китай современный все-таки, да, это граница как раз, вот горная граница между Казахстаном и Китаем. Ну, да, это сейчас Китай. Тогда это западный край там и так далее, значит. Джунгары – это западные монголы, себя они айратами называли, джунгары – это позднейшие тоже изначально айратами себя называли, да, Дорубен айрат – четыре айрата, четыре айратских племени. И вот часть этих айратов В начале 17 века По причине своих Внутримонгольских Междуусобиц Перешла сюда Огромной Ордой 300 тысяч человек И вот они шли И вот они сбили Нагаев И захватили всю территорию Нагайской Орды И тут перед Мингами Стала такая большая Трудная дилемма Либо уйти вместе С Нагайцами На запад На Кубань И так далее К пределам Крымского вханцева Либо остаться И вот в Шишере написано Что после долгих раздумий Большинство осталось Но часть все-таки ушла Часть все-таки ушла Я думаю Что то подразделение Минк Которое есть в составе Современных Нагайцев Это как раз часть Этих откочевавших Это возможно Действительно так Возвращаясь опять же К вопросу присоединения Когда был подписан Договор Да-да Это самый известный У них даже сохранилась Копия раздельного письма Которая является копией Более раннего раздельного письма Письмо Алексея Михайловича Где распределяют Между всеми 12-ми Аймаками Мингов Их территорию Алексею Михайловичу Письмо это сохранилось Копия Шишере сохранилась И вот в начале 17-го века Конзафар Бей Одна из знаковых фигур Истории Родовой истории Мингов Заключил соглашение С царским правительством Произошло в начале 17-го века Вхождение всей этой территории Основание Уфы Как оно повлияло На Мингов Они как-то это Нет Основание Уфы Это было в общем-то Консенсус на решение Всего башкирского народа На месте старой Нагайской ставки А Нагайская ставка В свою очередь Тоже на каком-то Старом политическом центре Значит находилась И вот эту землю Под Уфу Я думаю что С согласия всего Башкирского народа В общем-то поделились И Минги спокойно отдали То есть Тут претензий-то не было К самой территории А именно просто шла Потом тяжба Что потом же Дворяне там Под свои поместья Некоторые угодья Прихватизировали Вот и все Я понял Давайте вот какие-то Основные вехи Буквально в 3 минуты По поводу того Что с Минговами Происходило Во второй половине 19-го И в 20-м веке Ну с Минговами Что происходило Ну так же как собственно И с другими представителями Других башкирских родов Это в общем-то Крупные племя Они также были Участниками восстания И так далее И так далее Участвовали они И активно В войнах Которые вела Россия Прославились Во время значит Отечественной войны 12-го года Вот так как раз Каю Паипов Как раз вот он и был Одним из первых башкир Который получил Дворянский чин Награду Орден там Святой Анны Потом вот Из племени Минг Происходит Так скажем Пушкин Башкирская литература Да если так можно сказать Акмула Поэт Акмула допустим Потом из других Таких знаковых фигур Все знают Красного Пашу Карима Хакимова Да который был Первым послом Советской России Значит В Саудовской Аравии Вообще на востоке Красный Паша Карим Хакимов Тоже был как раз Вот и Сарайли Мингов Он был Ну если вот перечислять Всех Мингов То есть очень большое Это огромное племя Там вы знаете Это отдельные передачи Можно бесконечно Об этом говорить Просто хотелось сказать Что у них был В общем-то свой Дьомский диалект Башкирского языка Вот они на хэ говорили Все Финн Блясэгма И так далее Все Хэкующие Вот но Сейчас он Утрачивается Этот диалект Они сейчас В основной массе Говорят уже на Литературу На башкирском языке Я напомню Это был Салават Хамедуллин Руководитель Автономной некоммерческой Организации Шежере Автор как раз Многотумника Об истории башкирских родов До свидания До свидания